Значит, мы остановились на, сколько я помню, на ситуации, когда есть переход от 12 цветов, который конкретизируется в отношении двух цветов, и к этому отношению относятся третий цвет, то есть происходит конкретизация, конкретизация. И, собственно, эта конкретизация и конкретизация дает нам не просто качество, а дает нам определенность качества. Свет, свет, звук, то есть цвет, звук, длину и прочее. Если вернуться к ситуации с отрезком, то мы имеем переход от точки к длине, которая конкретизируется в отношении двух блин, и эта, в свою очередь, конкретизация конкретизируется в отношении трех блин. Мы имеем ситуацию в трех отрезках, один линий и другой. С другой стороны, эта ситуация взята с другой стороны, предполагает, что... Сейчас я обещаю. Ну, поверьте, не так же. С другой стороны, эти отношения к трех отрезкам имеют повторение. Переход от первого отрезка ко второму, с другой стороны, и возвращает нас к изначального перехода от точки к отрезку. Переход от второго и третьего этапа, с другой стороны, имеет этот исходный переход от точки к отрезку. Причем, на этой стадии, эти два превращения в точковый отрезок находятся в определенных отношениях. Я тоже не говорю, почему не так получилось? Все, все, и пенсию занимался, и взял два, просто с вами остальные занятия. Я спросил, почему так получилось? Мы имеем ситуацию длиннее и еще длиннее, длиннее и еще длиннее. Насколько? Представляет вопрос, насколько? Насколько святые? Насколько громче? Чтобы сделать шаг дальнейший, мы должны прибегать к измерениям. То есть, один из отрезков взять в качестве единицы длинной. Как я вам единогратно говорил, это можно делать двумя путями. Один путь, это принять, естественным образом, самый маленький отрезок к единице, и приложить его к двум более длинным отрезкам. Например, во второй отрезок он укладывается два раза, а в третий отрезок он укладывается три раза. А если полтора? Ну, оконятно. Вопрос на расчетах. Ну, просто я хочу сказать, что вроде бы будет не число, а будет только соотношение больше-меньше. А я не знаю. Ну, если полтора, то будет понятно, что второй отрезок больше первого, а третий отрезок будет тоже больше первого. Во сколько раз? Это вам не сказать, что будет нельзя? То есть у вас полтора и два с половиной. Ну, уже нельзя. Это технический вопрос. Ну, нельзя. Но вы же, когда прикладываете один отрезок к другому, вы же не можете сказать, сколько в одном отрезке тех первых? Вы же можете сказать, что второй отрезок больше первого. На сколько? Все равно не осталось. На что-то. Он больше на что-то у вас получается. Ну, кстати, я говорю, да, я даже думал, то есть думал о чем, что мне-то вам непонятно, когда мы первый отрезок, сколько-то раз кладываем на второй, даже если мы кладываем на Су-2, все равно возникает вопрос, вот это вот, получаем мы ответ, что вдвое длиннее, или мы получаем ответ на эту длину. Я беру оставшуюся часть второго отрезка и просто указываю, что он может наступить. Это было кажется, что становится еще хуже, что не настолько длиннее, а просто длиннее. Вот еще и я. Ну, я ничего, конечно, не понимаю, в математике, но... Ну, Игорь про меру, говорит, про меру. Ну, я просто хочу сказать, что один отрезок, когда она закончена другого, это просто так не получится. Ну, беру другую, беру другую руку. Пока не получится. А почему не получится? А почему не получится-то? Ну, как, берут первый, то есть замечают его конец, например, потом к этому начало этого отрезка прикладывают, и видят, что он больше. Что он полтора, что второй отрезок где-то примерно полтора, сколько-то неизвестно. Поэтому мы говорим, что один больше другого. Но не говорим, во сколько раз больше? Потому что, вообще говоря, в нормальном мире, это проблематично сказать во сколько. Нет, речь о том, что если тот отрезок, который больше, он больше не в два раза, то есть два раза отрезок не выкладывается, не выкладывается, да? Да. То мы все равно можем, после того, как приложили первый раз свою единицу, мы можем указать, на сколько второй больше. Не может. Потому что торчит же. Ну и что? А ты как первый, а первый ты зачем-то не выделил? Как ты выучил следить? Расскажи мне. А зачем? А зачем ему следить? Ну, чтобы сказать на сколько? Не-не-не. На сколько, имеется в виду, можно точно указать на какой кусок отрезка второго, второй отрезок больше первого. Ну, на кусок-то можно указать. Ну и что? Но этот кусок же ты не умеешь получать. Ты же не можешь сказать, сколько вот этих кусков первого отрезка содержится в самом первом отрезке. Потом процедуру повтори. Как? Ну, сначала первый раз наложил, потом на остаток, а еще раз его наложил и так далее. Как ты здесь наложил? Пока ты его, нет, не исчерпаешь. Ну, а как? Нет, а если его полтора. Ты понимаешь, так, если их там 17, говори-то накладываю. А их не 17, их полтора. Ну, слушай, есть же первый отрезок, может быть, три фигатора. Ну, как только люди, что они должны обиделать? Метр, делить сантиметров, сантиметр, и метр, и метр, и метр еще раз что-либо привезем. Ну, 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 и как это делится? Как расскажите? Как одно делится немного? Ну, на самом деле, это проблема в том смысле, что тут же непрерывность некая есть. А на самом деле, можно же бесконечно делить. Я понимаю, вот у вас три отрезка было. Вы взяли два отрезка и получили из него длинность, да? Ну, вот так ходили, получили три фигатора таковой. А потом, берёте третий отрезок и длинность начинаете мерить длину. Ну, где в этой процедуре возможно деление вот этой первого отрезка на кусочки? Если вы уже умеете лить первое отрезок на кусочки между почвами, то он тогда и третий отрезок не нужен. Тогда вы умеете обращаться с двумя. Либо так, либо так. Это, кстати, разница между счётным множеством и непрерывным. Вот счётным множеством действительно можно просто один и тот же повторять сколько-то раз. А в непрерывном так не получится, потому что там придётся как-то углубляться в бесконечность деления. Это ещё хорошо, что у тебя полтора. А если пи? Ну, я говорю, бесконечность деления. А если вы взяли отрезочек и решили... Он будет бесконечно делиться. У вас одна разница — это кусок окружности, а вторая у вас диаметр этой окружности. О! Задача сразу же. Игорь предлагает двить его на кусочки. Отлично поделишь. Несоизмеримость диагонали уже, это же проблема уже у греков есть. Да, проблема несоизмеримых линий, она, да, сразу была. Ну, я что хочу сказать. Если говорить о том, как будет возможно измерение, то единственный, по-моему, выход — это обосновать дроби. Вот что такое дроби. Если обосновать, что такое дроби, то тогда измерение станет возможным. Нет, тогда еще надо будет предельный переход обосновать. Да, к сожалению, оно будет кое-когда возможным. Да, не всегда. А в общем, оно далеко не всегда, а всегда же это обосновать. Представляете, если вы... То, что рациональные числа — это... они счетные, счетные, понимаешь? Ведь массив рациональных чисел — он счетен. А на самом деле непрерывный... То есть заморфлен натуральным урядом? Да. Фактически. Поэтому надо будет вонить нечто непрерывное существенное. Действительные числа, они не заморфлены. Обладают большей мощностью гораздо приток. То есть их бесконечно... Их вести будет сложно. Для того, чтобы их вести, должны вот эти бесконечные последовательности. Ну нет, ну мы просто... Чтобы дальше не углубляться, просто... Есть же проблематичности, да? Ведь я же хочу опять сказать, что мы задаем... На множестве ваших отрезков, вздаем тот, кто больше-меньше. Мы не сдаем тот, кто во сколько у нас больше. Ну, какое-то предвижение произошло. Раньше мы просто видели один отрез отмечу, другой больше. Теперь мы видим, насколько, хотя это насколько, не имеет числа числового вида. Она вообще не имеет. Не имеет. Имеет. И можно показать. В смысле, насколько-то имеет. Дальше мы берем этот отрезок. В одного это чуть больше, а во втором это больше, чуть меньше. И пытаемся их сравнивать. И они, как с ним соизмеримы. Они, как с ним, опять не соизмеримы. Правильно. И мы приплыли. Я говорю, что мы задали структуру больше-меньше, а структуру измерения, то есть числа. Но мы не получили эти меры. Ну не числа, а не получили эти меры. Меры, да. Меры, меры, меры. Правильно, мы установили языком. То есть, вполне возможно, что структура топологического пространства у нас на множестве отрезков задана. Но структура... Мер, как традиционно, нет. Ну ладно, давайте считать, что они крадные. Фер 3 крадные 1. Хорошо. То есть, несоответственно, 3 воряний. Сделаем допущение. Во втором выкладывается 2 раза, а во третьем выкладывается 3 раза. Есть два способа измерения в этом случае. Первый способ, когда первый отрезок рассматривается как... Ну как это называется слово? Эталон. Эталон, да. Рассматривается как эталон. Тогда что происходит? Во-первых, характер измерения таков. Сначала мы измеряем эталон второй отрезок. Затем мы эталоном измеряем третий отрезок. Причем второй измеряем безыносительно третьего. Третий измеряем безыносительно второго. А потом по отдельности выясним, что второй равен 2, а третий равен 3. Мы сравниваем 2 и 3 и получаем полтора. И во-вторых, если мы мыслим сравнение как сравнение через эталон, то ни в коем образом в голову не может вкрасться мысль измерить эталоном самого себя. Абсолютное исключение. Более бурадского равен 7. Нельзя придумать, чтобы метр измерять метр. Второй способ измерения. Когда мы имеем ситуацию отрезок второй тренинг. Третий, два. Для перехода достаточно двух отрезков. Третий, два. Для получения определенных качеств. А для измерения этого определенного качества достаточно двух. Так вот, ну, кстати говоря, если в шитовом 2 до 3. Раз в шитовом сам себя не имеет, то... Третий, два. Или переломайте, два зашли. На фирм на самом деле. Просто ясно, что второй шитовый – больше первым. Второй способ, когда мы берем два тренинга. Первый и второй. Более длинный и более короткий. И ситуация измерения заключается в том, что мы следующим шагом также проводим сравнение. Первым и вторым. Вторым шагом мы сравниваем первый отрезок и то количество раз, сколько он укладывается во второй отрезок. То есть сравниваем первый отрезок и первый же отрезок взятых вороток. В этом заключается измерение не через этапы. Сначала он у нас виднеет рабочее, а затем первый отрезок и первый отрезок взятых столько раз, чтобы он укладывается во второй отрезок. Полтора. Нет, два. Может, и какие. Надо и какие. Но столько же полтора было, но… Нет, полтора было между 2 и 3. А мне казалось, что первого теперь нет, то есть только второй и третий. Это надо подумать в ситуации, если мы измеряем через эталон. Но мы сейчас измеряем не через эталон. Эталон, я бы сказал, что это значит. Значит, измеряется второй, измеряется третье, а потом они сравниваются. А в нашей ситуации второй можно измерять и без третий, и без второго. Это просто для разных операций. Измеряем. А потом измеряем часть третье. А? 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 А какие адресы? Первый, второй, или первый, или третий. Или второй, третий. Нет. Это в каком случае? В последнем. В вашем случае, когда измеряется не эталон. Мы здесь, в моем случае, уберем, вот не сложная ситуация, и измеряем часть третьей. Сравнение, отношение этих отрезков, это этот период с удовольствием. Сравнение, это сравнение конкретизирует вот эти сравнения. Мы используем отрезок не как эталон. Ну, слова не имеют значения. В этом случае, есть отношение, короче третий. И тоже отношение, которое конкретизирует это отношение. Которое позволяет сказать на сколько третий. А именно, в два раза третий. Это нужно просто первый и второй отрезок. Причем, во втором случае, второй отрезок не измеряется независимо. А он измеряется исключительно в отношении к первому отрезку. И поэтому, выделение вот этого остатка, численного или не численного, выделение этого остатка, и есть построение отношений между первым отрезком и вторым отрезком. Самое главное, что во втором случае, мы конкретизируем или измеряем отношения. Ну, что значит измеряем отношения? Мы измеряем отношения. Мы измеряем второй отрезок, третий отрезок, а потом и сравниваем. Измерение возможно без сравнения. Логически. Не нуждается в сравнении. Измерение второго и третьего отрезка не нуждается в сравнении. А во втором случае, измерение и есть сравнение. И вычленение вот этого остатка, потом это можно назвать икризом, как бы я говорил. Вычленение вот этого остатка и есть построение отношений первого и второго отрезка. Значит, еще раз. При эталоне отрезки, измерение отрезков не связано с сравнением. И никому не придет в голову метр, метр, метр. То есть, ситуация отнесения эталона с собой решена какого бы то ни было способа. Ну, самоотождественности эталона нет? А равного? Ну, для тебя зачем? Если мы измеряем второй отрезок, третий отрезок, третий отрезок, третий отрезок. Зачем его измеряем с собой? Абсолютно безусловно. Но что он тоже принадлежит к длине. Что он не просто нечто непонятное, а что он тоже в этом длину. И он иммунитный всем остальным отрезкам. И тоже может себя померить. Он раздваивается. С одной стороны он эталон, это одна его функция. А с другой стороны он точно такой же отрезок. Ведь среди прочих отрезков может же оказаться отрезок длины эталона. Но он может. Нет, мы все равно не понимаем, зачем это зовут? Метр или метр? Чтобы доказать, что метр есть метр, в этом не видишь какой-то метафизический отрезок. Нет, чтобы доказать, что метр тоже отрезок. Ну нет такой процедуры, как говорили. Ну вот, допустим, есть килограмм, но мы уже не можем килограмм или метр измерить. Ну это да. А есть метр, который на самом деле тоже при монете на отрезку. Ну хорошо, я не сталкиваться на этом. А стоять долго. Во втором случае измерение состоит в сравнении. Измерить, измерить и сравнить одно и то же. Вычленить определенный остаток. Есть сравнить два отрезка. Конкретизируется именно отношение. Вот отношение, вот это отношение. Оно конкретизируется в этом отношении. Уточняйте. Здесь было длиннее, здесь на сколько длиннее? Будет ли это качественное, просто у нас только? Будет ли это количественное? Это немножко другой вопрос. Важно, что во втором случае измерять не через эталон, а измерение состоит в том, что эталон соотношится с собой. Во втором случае соотношится, если точно так говорить. Измерение встречается в следующем. Что эталон соотношится с собой. Эталон соотношится с другим отрезком. По крайней мере здесь уже совершенно операционный смысл в накладывании метр на метр. Не атлетический смысл. А чисто это рассудный смысл. Измерение заключается в том, что отрезок сравнивается с собой. Отрезок сравнивается с другим отрезком. И получается отношение, которое дает нам переход от просто длиннее к наскольку. Главным здесь является именно то, что мы измеряем отношения. Не отрезок измеряем, а измеряем отношения. Когда эталоны измеряем отрезки, независимо от их сравнения, во втором случае мы измеряем отношения и отношения. Надо правильно сказать, что измеряем отношения. Отношения измеряем отношения. Отношения измеряем с помощью отношений. Но, видите, если мы остановимся на этом месте, то здесь еще не совсем ясно. Не совсем прояснено, что мы измеряем именно отношения и отношения. Может быть, может закрасно подозрение, что мы почти как в случае с эталоном. Сначала измерили этот отрезок с собой. Потом измерили второй отрезок им же. Это немножко похоже на действие эталона. Хотя это все равно не так. С эталоном мы так не работаем. Двумы просто забираем и измеряем другую. Но в этой процедуре еще не вполне прояснено, что измеряется отношение, измеряется отношение. Чтобы убедиться, что это именно так. То есть, чтобы сознание прояснило для себя, что происходит именно так. То есть, измеряется именно отношение. У меня отрезки измеряются отношения. У меня отрезки измеряются. Мы должны делать следующий шаг. Этот следующий шаг заключается в том, что мы фиксируем общность. обеих отрезков. То, что общее у двух отрезков. Теперь мы понимаем, что раньше было длиннее. Здесь двое длиннее. Мы фиксируем общность обеих отрезков. И начинаем понимать, что вот это вот различие. Различие. Относится именно к отношению. Характеризует отношение отрезков. Не характеризует сам отрезков. Сколько? А поздно. Двойной этот район. А характеризует отношение двух отрезков. Мы попадаем в ситуацию, когда есть отношение признака. Отношение признаков в чем заключается? Что здесь есть эта добавка, а здесь этой добавки нет. Отсупция добавки тоже, понятное дело, является признаком. Можно для убедительности взять третий отрезок и сравнивать с этим признаком. Это признак, а там будет два признака. Но и так понятно, что отсутствие признака тоже является признаком. Значит, получается, что отношение признаков характеризует отношение отрезков. Отношение признаков характеризует отношение отрезков. Этим проясняется процедура, окончательно проясняется процедура изменения. Когда отношение признаков характеризует, есть отношение отрезков, у каждого отрезка премьера есть признаки, и их отношение, отношение близкого характеризует, отношение отрезков. И мы приходим к различию, о котором я тоже говорил. Длина есть определение. Я назвал это определением отрезка. Я различаю определение и параметр. Разведем определение и параметр. Вообще два отрезка параметров нет. У него есть только определение. У него есть только длина. Длина есть определение. Отрезок имея длину, можно сказать, что длина имеет отрезок. Отрезок и длина – это одно и то же. У отрезка только определение, иначе нет параметра. В отличие от звука, у которого громкость – это определение, а, скажем, долгота звука – это параметра. или высота. Это параметра. Потому что громкость – это сам звук, а то, что в отличие от тишины. А положение в пространстве? Да. Да. Ну, может быть. А криволинейность? Примолинейность – криволинейность? Ну что, криволинейные отрезки? Чего-то ничего? Ну, если весь наш мир, как бы, находится на сфере, то… Да. Ты хочешь сказать, что криволинейные отрезки больше не верят другим криволинейным отрезкам? Конечно. Ну, кривую мы же и живем на сфере. Ну, вот так и какая, кажется. Ну, будет он, да. Но там, где она не будет объективно лишна, вот это мы уже обсуждаем с самого начала. Не будет. Вы меня все это наклоняете с вами. Действительно, все чиселы при уведении с отрезков. Нет, прямая отрезка. Ну, понятно. У вас прямая отрезка. Да. И пространство не вкликнуло. Да. И пространство не вкликнуло. Да. И еще. Много уточнили. Есть 3 эталона, а все остальные его большего целого количества. Только зачем это об отрезках говорим, если фактически речь идет о числах? Вот вы сейчас говорите об отрезках, на самом деле это просто иное представление чисел. 1, 2, 3 и так далее. Ну, может быть. Но это совсем другое. Мы уже числа проходили. Здесь он получил и следующий, и больше. Здесь есть качество некой длинности. Качество длинности. А здесь совсем другой разговор. Здесь качество длинности. Ну, можно два яблока сравнив с одним яблоком. А можно на отрезок, и отрезок в два раза больше длины. Какая разница? Длинность. Длинность – это превходящий фактор, это не существенно. Я на этом не могу сказать. Как у Аристотеля. Это превходящий фактор. Не касающийся существа. Здесь мы измеряем качество. Мы измеряем длину, громкость, светлость. Качество длинности. Мы обсуждаем условия измерения качества. Это невозможно, что это может привести к иному представлению осуществления. Вот здесь число меняет длинность. Насколько длиннее, насколько громче звук. Конечно, насколько. Два раза. А как мы звук можем наложить? У нас другой звук. На фиг его знает. Как это удобно? Да вот там-то уж точно. Выше, ниже. А в два раза-то нет чистоты. Чистоты-то нет. Нет прибора, нет чистоты. Ну, значит, ограничивается тем, что этот… Значит, ограничивается отрезком. Нет, потому что этот отрезок сильно больше, а тот чуть-чуть больше. Все равно прибавка получится. Так вот, как мы измеряем качество? Мы качество измеряем тем способом, что отношение параметров и измеряет одинаковые определения. А бывает так, что один и тот же отрезок в один момент, мы померили талоном, он два, а потом померили талоном, а он в нем три. Малыши хорошо выпить, да? Нет, почему? Не обязательно, можно и не пить, можно и отрезвую голову. Такое бывает с некоторой величиной. Ну, сейчас, Игорь, вы-то ее, типа, мерали-бегали, как там называется? Нет, 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 нет. Я еще ничего не могу на это ответить. Нет, просто интересно, есть соображение, что… Всегда что-то разумевается, что если вы эталоном меряете один и тот же отрезок, то послезавтра он был два, а потом не может стать три. Да? Вот разумевается. Да, я лишь лучше себе. Хорошо, да. Я так понимаю, я вам верю. Переразветно верю. Нет, ну он, например, резинка, он имеет вот видимо это, резинку можно растянуть же. Померили, растянули, стал в длине. Отпустили, стал в длине. Даже нечего отрезка, только определение, только длина. На каком-то метриуменении, не условно. Пространство хитро. Если ответственно только длина, посмотрите, все равно мы, имея одну только длину, сделали так, что одна длина выступает в качестве параметра, а другая длина выступает в качестве определения. Даже в ситуации, когда есть только определение, мы получили отношение, которое является отношением признаков, которое это отношение измеряет, различает, не нравится слово, измеряет и различает два равных между собой одинаковых отрезков. То есть, одна и та же длина уступает в качестве отношения признаков или отношения определений. При том, что отношение признаков характеризует собой отношение определений. По той же логике мы получаем и то же самое получаем в случаях, когда качество имеет и определение, и параметр. Звук. Как звук. Определением звука является громкость, параметром звука является высота. Как мы должны ввести по аналогии высоту? Звук. Мы должны уравнять по глубокости два зону права. И рассмотреть отношение высоты тонов. Получается такая ситуация. Отношение тонов является параметром, характеристикой отношения громкости. Отношение тонов, характеризует собой, является параметром для отношения двух звуков, то есть двукромкости. Чтобы высадить параметром, чтобы высадить параметр, ну, это можно серый очень приближать. Метод глубины громкости, это глубины высоты. Отношение двух высот, двух тонов, характеризует, является параметром для отношения двух. Сначала должны быть звуки, они должны находиться в отношении, то есть в отношении равенства между собой. И тогда мы можем услышать различие высоты, которые будут, которые не будут характеристикой параметра для отношения двух. А звуки это сущности или что это такое? Или это какие-то... Это качества. Просто вы говорите, что звуки как бы сами по себе как-то имеют параметры. Может быть и тона это тоже какие-то качества? Как мы связываем тона и громкость? Почему мы понимаем, что это одно и два различных, две различные характеристики относятся к одному и тому? Так что ты делаешь, что это тона и громкость, это не две характеристики. Громкость и звук это одно и то же. Это определение звука. Это не что такое. Громкость определения звука? Это не что-то, которое висит. Громкость, так обычно. А тона тогда что такое? Громкость, тона, толпок, тона. Правильно, так все-таки есть это в общем? Это просто чисто главная громкость отрезок. Да. А все остальное на ней не есть. Ну как длина и отрезок, это длина, так же отрезок есть движение. Громкость у нас в амплитуды, да? В длину. Громкость и амплитуда. А тона это, видимо, фаза, да? Частота, да. Глупо говорить, что длина это свойство отрезка. Да. Получается, что громкость это как бы единственная эта штука. Что громкость это свойство звука. Громкость это и есть звук. Тогда непонятно каким образом. А, то есть... Я спрашиваю, как относится тона или у него фаза? То есть предлагается взять два звука одинаковой громкости, а смотреть не хочу что-то. Да. И дать им это логическое условие для различения звука еще чего-то. Да. Но это будет тональность. Как у вас была такая, почему это не появится звук 2, а не именно останется звук 1? Почему уверен, что мы относим это по-прежнему к звуку 1? Ну, взяли два звука одинаковой громкости и получили тональность. Мы же не звук получили. Мы получили и как громкость создавало само определение звука 1, а здесь теперь тональность создавается отсоединение звука 2. Ну, была по крайней мере так. Не, я имею ввиду, что тональность и громкость относятся к одному и тому же, что мы называем звуком. Ну, вот не так. Потому что это, мне кажется, разные качества, которые, если мы изначально не фиксировали нечто, что называется сущностью или сущим, который называется звук, да? Да. А здесь не так. Мы не можем отнести к нему качество как качество одного некоторого... Здесь громкость получается... Громкость есть сам звук. Как длинность есть сама длина. Ну, тогда и тональность есть... Да, я говорю, звук 2. Какое-то свое какое-то, да? Да, да, да. Звук 2 или 2. Свое другое качество? Да, другое качество, правильно. Другой объект, ладно, по качеству. Да, объект, объект, правильно. А я думаю, что такое это. Во-первых, есть два звук, которые громкость, и есть их параметр, характеристики, свойства. К вам хоть не свойства звука, но никакой уровень. А вот высота — это свойства. Ну, наверное. То есть, на связи с ним, наслеча, точна ли. Ну, что-нибудь, да, не трубку, ну, вот. Нет, ну, просто если это так, то тогда есть такое сущие, которое называется звук, само по себе, которое имеет характеристики одну и другую. Нет. Ну, а как? Как мы можем... Она как сущая, она чистая громкость, а обладает свойством тональности. Вот так. Да. Обладает свойство... Ну, как здесь? Вот эта громкость, и эта тональность. А тембр? То же самое. А где это что такое? Я даже не знаю, что это такое. Этот... Ну, другой параметр. Это установлено, что-то. Компорация. Если мы, в принципе, можем различить между параметрами и определением сущности, то стало быть, у этой сущности может быть уже несколько треоганичных параметров. Просто два звука могут быть одинаковые в громкости, но на самом деле иметь разную тональность. Это как объясняется? Что один... Что звук имеет... Два звука отличаются от различных свойств. Нет. Просто здесь сказано, что параметр это отличие друг звуков. Да. У тебя два звука... А если два звука имеют одинаковую громкость? Да. Два звука имеют... А тональность разный? Да. Они имеют разные параметры, разные свойства. Да. То есть как раз очень... Нет. Ну, а как? В отрезках-то это непонятно. Два отрезка имеют одинаковую длину. У них никаких различий нет? Никаких параметров нет? Толщина. Нет, нет, нет. Речь о чем? Как я понял, предложение состоит в следующем. Что определением... Определением остается вот эта длина. Это понятно. А эта длина выступает уже в качестве параметра. Нет, там и цвет может быть. Они могут быть красный, синий и какие-то еще. Так вот, если два звука имеют одинаковую громкость, то вот эти частички, вот эти монетные, не остается разницы? И монетные разницы нет. Здесь и разница и монетная. А там нет никакой монетной разницы. Два одинаковых по амплитуде звука. Вот не знаю, по-моему это просто недостаток ринге. Вот то, что у нас то примеры на уровне отрезка, то примеры на уровне звука, это плохо. Потому что звук для меня вообще материя чужая. То есть понятно, в чем есть проблема, я не могу ее выложить. Одна проблема в следующем. Что хорошо, если бы у нас было два звука, отличающие сатанами. То есть тот звук и другой звук. Но у нас получается, что этот вопрос не прияснен. Можно сказать, что один и тот же звук обладает этими свойствами попеременных. То такой, то такой. Откуда мы говорим, что они два разных? Если мы говорим, что они два разных быть может, тогда мы и лишаемся права на их соотнесенность. Вот посмотрите. Откуда возникло вот это представление, раз они, да? Ну да, я хочу рассказать. Представление о том, что они разные. Ну они действительно. Если у вас, согласитесь, можно сказать, что два одинаковых отрезка – это два отрезка? Откуда приятно представление, что два одинаковых отрезка – это два разных отрезка? Ну, потому что присутствует... Потому что определение и признак существуют в одном времени. Вы просто делали различие. На самом деле, два разных звука. Почему они? Они, конечно, одинаковые, то есть это один звук. Но и одновременно с тем, что они... Одинаковые громкости, они различаются тоннами. И поэтому понятно вам с самого начала... Но если звук – это громкость, как они могут тоннами различаться? Два звука одинаковые по громкости разные по тонну. Что тут? Нет, как два отрезка. Почему? Значит, тогда громкость неопределения звука. Почему возможны два отрезка одинаковой длины? Как такое бывает? Ну, так и не бывает. Не бывает. Правильно. Мы первым шагом имеем отношение с двух разными противами. А ведь если так не бывает, то не бывает так, что мы возьмем два отрезка и по громкости их сравним. Мы просто это не сможем это сделать. А это такое уже не бывает. Вам ведь для того чтобы... Так поэтому и надо эталон с собой сработать. Задаться вопросом о тонне вам надо сначала... То есть, чтобы вам сомнить два одинаковых отрезка по громкости, вам нужно иметь два отрезка по громкости. А вы их не имеете. Два одинаковых отрезка – это один отрезок. Нет? Это без услуги. Ну, и два одинаковых звука по громкости это один звук. Поэтому вы вопрос поставите. Параметра нет значения. А тональности вы им не можете поставить. Вот, чтобы было открыто. Смотри, но отношение, это ведь устанавливается не между двумя одинаковыми отрезками, а между двумя разными отрезками. Ну и что? Ну, итог. Это позволяет нам, во-первых, удерживать то, что они разные. Во-вторых, обнадуживать, в чем они едины. Они едины в своем определении. И в чем они различны? Они различны в своем параметре. Не в длине, а в свойстве своем. В длине. Определяющем свойстве. Вот. Это все хорошо подходит, пока у нас есть только длинка, длинность или громкость. А как мы только начали говорить о тональности или о цвете этого отрезка, то у нас опа. Понимаете, да? Ведь вы же никогда не можете сказать, что два отрезка одинаковой длины. Один только зеленый, а второй красный. У вас вопрос такой не стоит. Потому что, если они у вас зеленый и красный, то у вас длинность перестает быть определением отрезка. То есть вы хотите сказать, что логически мы сначала все-таки должны установить равенство звуков по громкости, а они не получаются? Да. Должны, да. Это, оказывается, один и тот же. Да. И они получаются. Потому что, как только у них есть еще такой параметр тональности, то это как бы уже не звуки было. И как если мы работаем с цветными отрезками, то это уже не отрезки. Пока мы работали еще на белыми, они все одинаковые были по сравнению, но это было нормально. Длинность была их определяющей характеристикой. Она сдавала нам само понятие длинности. Ну вот если мы вернемся к использованию ситуации, который я себе не начал. Значит, есть тишина и есть звук. Есть отношение двух звуков. И я напомнил, что переход, что с другой стороны, переход от первого по второму, есть возвращение к переходу от тишины к звуку. И переход от второго к третьему, есть с другой стороны, возвращение к исходному переходу от тишины к звуку. И у этих двух переходов еще есть отношение к тишине. То есть они скопываются. Они не скопываются. На этой стадии, на этой стадии, на третьей стадии с луковой, если не могут возвращаться до этого, возвращаться до этого, очень много. Когда уже определенность качества, то вот с одной стороны, есть отношение трех качеств, трех областей. А с другой стороны, есть отношение двух исходных переходов, что мешает звукам скопываться. Вот, может быть, я не совсем уверен о том, что говорю, но может быть, когда мы говорим... И так вот, повторяйте, мы в тишине берем, а мы берем первые два, да? То есть этот звук вообще ни при чем. Если есть переход от тишины к звуку... Нет, наверное, это просто не при чем. Хотя бы так, что не дает скопнуться, когда два одинакового звука трех звук. Потому что трех не давал скопнуться, но это, может быть, и не имеет отношения к делу. Нужно вводить понятие пространства, в котором можно различить одинаковые отрезки. Ну, все одинаковое можно различить. Одинаковые частицы, все что угодно. Все одинаковое может быть различено только в каком-то пространстве. Ну, в смысле координатами, ты хочешь сказать? Ну, нет, ну, в принципе, пространство. Ну, там, в шавом и широком смысле. Для разных просто объектов будут разные пространства. Ну, в данном случае у нас просто обычное наше трехмерное пространство. Ну, или на дозавательное пространство, доски. Мы же вот эти два одинакового отрезка пространства и доски-то различаем легко. Их трудно различить логически, а не логически ничем не различим. Звуки ведь существуют во времени, потому что одновременно более робкие и более слабые звуки не могут существовать. Потому что это только робкие. Почему бы не взять один и тот же порожный звук? Нет, ну, вот списками так плохие фримеры. Ну, что? Два одинакового цвета, именно каких-то порожных. Два одинакового цвета уже, я думаю, просто откровеннее. Потому что на самом деле два одинакового звука могут вместе звучать. Это же известная особенность, на которую имущество Оперы перед драматическим театром. В драматическом театре, если будут пять персонажей разговаривать одновременно, то будет каша и вообще ничего не понятно. А в Опере пять персонажей поют одновременно и все нормально. И всех слышат. Это правда. Это они разные звуки издают для себя, что? Поэтому это слышно. Ну, у них тональность разная, но много что разное. Просто если два звука будут звучать одновременно, то они будут просто восприниматься как один более громкий звук. Вот и все. То есть, как другой звук. Ну, если совсем идентичный. Да. То он будет, если они, например, будут вот эту, то будет один звук, но более громкий. Да. Ну, вот. Я думаю, надо ограничиться отрезками. И вот ты быстрее с ним. Правильно, да. Грязный белый, а он будет грязный. Нет, ну. Мы должны понимать... Честное слово. Потому что одно обстоятельство проясняется на примере звука, на другое обстоятельство тех же самых отношений проясняется на примере отрезков. И это бестрее какое-то. У отрезков своя проблема есть же. Несоизмеримость. Да. Ну, а у звуков-то какое? У звуков-то она в янерфове задана, несоизмеримость. Ну, согласись. Потому что кто умеет эти звуки? Мерят. Да никто не умеет. Сейчас, конечно, помню что-то. Специальных приборов. Эталон-то нет? Ну, да. И это совершенно ненаглядно. Да. Как сказать, что один будет помню другого? Эталон-то нет? Ну, если очень явно, то можно различить. Чуть-чуть. Ты можешь сказать, один кромочек другого. Но ты никогда не скажешь. Вот здесь ты взял или отрезок померил, а звуком как бы. Поэтому это хороший пример в этом смысле. Давайте отрезки. Отрезки. Это хорошие кинеты. Ну, они плохим только тем, что у них нет различия определения и бренд. Почему? У них предлагают цветные бренды. То есть, цветные? Цветные. Нет. Синий. А вот это что? То, что при... Второй... Надо в два раза больше. Вот эта вот вторая часть в отрезке. Это же его парамет. Нет? Парамет. Парамет. Ну, ура. То есть, да. Ну, это тот же самый, как правый параметр. Ну, это не параметр. Он же не ортогональный. Параметр в каком-то смысле ортогональный находится, а он же и монет. Если бы они еще были двухмерные, скажем. Ну, параметры, например, тональность и громкость. Затогональный. Он же двухмерный, скажем. Просто прямоугольники. Берите вы сами. Прямоугольники можно брать, да. Можно и... Площадь. Его площади сравнить можно. Ну, площадь зачем? Площадь говорит к ничему. Ну, одну сторону сравнили, и квадраты там. Она одинаковая, а другая не обязательно. Не обязательно. Общадь не обязательно, да. А, не площади. Площади нельзя. Так само-самый. И можно сильными делаться. Площади тоже одномерное получится. Нет, нет. Я еще подумал. Нет, все-таки есть параметр. Потому что ведь сравниваются, что у нас отношение двух отрезков. И параметром вот этого отрезка выступает то, что он в два раза больше этого. Но он не параметром. Параметром выступает его то, что он в два раза больше. Не надо? Нет, параметром не может. Это его и монетное свойство. Да. У монетное свойство при два раза больше угол. Нет, это аддитивный отрезок называется. Нет, это вообще его и монетное свойство быть длинной. А конкретная длина, именно два, это его параметры. Ты можешь это параметром назвать по большому счету? Тогда ты говорил, а для и не выявил три цвета ты что придумаешь? Да, три цвета. А для цветов когда ты что придумаешь? Тоже можешь назвать параметры? Дет цветов? Да. То есть я отрезки разного цвета. Слушай, вот я пока не могу вообще... Просто если ты возьмешь параметром, для того, чтобы включить... Еще раз, у нас проблемы двух уровней. Проблемы, в принципе, логического развлечения определений и параметров. И проблема имплементации, если мы сможем это сделать... Вот это первое слово, это что значит? Но применение этого логического развлечения в каких-то примерах. Вот в примерах это вообще катастрофа. Про цвета, звуки я ничего не знаю. Я почти дает тоник и глухой. Вот. Про отрезки, ну, единственное, что более-менее наглядно... Ну, как они качество-то будут репрезентировать, если они как-то специфические... Еще раз. Вот качество этого отрезка, то, что он двойной. А этот один армии. Ну, это вообще-то количество называется? Не важно. Нам важно различить между определением и параметром. Если мы параметром получаем не просто больше, а получаем точное значение... И длинность у нас здесь есть в мысли качественной определенности и количественной. Да. В смысле, качественная определенность, это... Такова, а в смысле, количественная определенность... Он два металлобных числа, но это не параметр. Это просто количество, это количество. Внешний параметр в ЕГЭ цель 5 решает. Это вот я не знаю, как в математике. У нас задача другая. Чтобы было не просто какое-то качество, а определенное качество. То, что он двойной, это дает нам определенность качества. А этот одинарный. Это не было раньше. Это было просто качество и длина. Сейчас это качество определенное. Часто было просто чисто. Один-два было раньше. Количная определенность есть у него. Но это не параметр. Параметр внешний другой, а внешний. Вот если бы у тебя были... Они до разной толщины. Если тебе не нравятся, что они разного цвета. Тут разная толщина этих отрезков. Вот и была бы от двух параметров. Но... Говорим мы с Буатом. После того, как мы его ввели и на это дело внимательно присмотрели, мы поняли, что длинность это не длина его как таковая, а длинность вместе с толщиной. Метро с бельтинами на отследениях. И все это плывет. Поэтому я не хочу отвлекаться на цветность и толщину линии. Так Олег Михайлович хочет. В чем проблема-то? Олег Михайлович. Это отвлекся, поэтому мы этим вопросом не занимаемся. Не, ну вообще говоря, хотелось бы... Блин. Я хотел... Обосновать тезис, что отношение тонов, отношение двух тонов, это и есть параметр, отношение двух области. Ну и здесь, знаете, отношение двух цветов, есть параметр, отношение двух длин. Отношение двух яркостей, даёт нам параметр, характеристику, свойство отношения двух цветов, то есть двух светлостей. Чтобы возникла такая вещь, как яркость, интенсивность цвета, нужно иметь цвет. А иметь цвет можно только один из способов нашей думы. Как отношение двух разных яркостей. И параметр появляется иногда в таких условиях. Когда есть два одинаковых светлости цвета, но вот тут уже действует вступание в отражение Игоря Банжути. Логически у нас уже сначала удостоверится, что это два одинаковых цвета, где одинаковых светлостей, и этот зелёный, и этот зелёный, например. И тогда уже мы можем обнаружить, что они при одинаковой светлости, оба зелёные, одинаково зелёные, они обладают разной яркостью. И это будет обнаружение параметра. Слушайте, но вот это равенство двух отрезков, например, устанавливается тем способом, что мы один из них прикладываем к другому. Потому что это просто мы тем самым устанавливаем то, что они одной природой. Если бы они были разные природы, мы бы не смогли этого сделать. Слушайте, сама операция вот этого прикладывания к измерению, как хотите, она это нам даёт? Что это? Различие одинаковых отрезков? Нет, оно даёт нам то, что это два сущих одной природы, то есть два отрезка. То есть ты хочешь от факта доказывать? Потому что по факту сравнил, значит одинаковые. Это здорово. Чё-то я знаю по факту, не по факту. Но просто сама эта операция, сама эта операция, она нам, её следствием является, или условием является то, что это два сущих одной природы. И тогда вопрос просто этот не стоит, что это одинаковые, или это действительно отрезки, или это не отрезки. Это отрезки оба, иначе мы бы не смогли их сравнивать. Что мешает говорить, что есть два одинаковых, зеленых светлых? Почему он превращается в одинаковых светлых? Понимаете, эта логика была верна, когда мы не говорили о качествах. Мы говорили, что действительно, это была важная часть нашего строительства, до появления качества. Мы говорили, что два одинаковых? Да. Ну да, и это была вечная проблема воспроизведения. Мы воспроизводим то же самое, и мы производим нечто новое. И никогда бы не могли толком различить, потому что воспроизводилось в то же самый день. Ну да, конечно. А на уровне качества, может быть, я не умею. Я пытаюсь проходит. На сковородке Игорева. Я уже на замечание. Может быть, на уровне качества, все-таки два одинаковых, это не один. На уровне определённости и качества, то есть два одинаковых цвета. Может, это не есть? Мне не согласен. Это не за собой. А, куда можно перевернуть. Я вообще не вижу, что совсем не знаю. Не вижу, почему вы не увидите два совершенно одинаковых цвета. Для этого пространства должно быть. Оно уже давно появилось. Ну, а как оно появилось? Оно не появилось, носа его и нету. Ну, как нету? Вы же освещались просто эту самую. Танцевали-то. Настась на старинку. За то, что можно получить это самую. Как всегда. Именно на уровне. Телевое, чтобы было акцентировано. Не, ну, надо было его выводить. У нас оно получилось как бы просто как бог из машин. Вдруг свалилось с неба и всё. Ну, пока это есть. Не будем сейчас на 5 шагов назад. Чей, чтобы обсуждать пространство? То есть пространство это и есть, на самом деле, та характеристика, которая позволяет различать одинаковые отрезки. Они разные, потому что они в пространстве расположены. Качество иначе вообще не может быть, как не в пространстве. Мы пространство определили, как отношение к качеству. И я там очень доволен. Потому что это не какое-то природное антрисное пространство, а в условии. А это отношение к качеству всё разумное, на мой взгляд. Толковое, бездельное прочее. Отношение к качеству. Так вы же сами говорите, а почему это два одинаковых отрезка и один отрезок? Это два разных отрезка, они в пространстве разные. Ну вот тогда, опять же, всё-таки можно рассуждать дальше. Тогда можно вернуться к моему возрождению, что две разные интенсивности, отношение двух параметров интенсивности, задаёт параметр интенсивности. На интенсивности ничего не задаёт. Потому что одна высота звучит, но ничего нам не говорит по высоте. Одной высотой задает параметр высоты. Как это даёт соотношение? Сотый параметр и яркость задаёт соотношение ненавидности. Так что здесь ещё, вроде бы, на месте. Но он не даёт такое определение, определение параметров. В отличие от сущностей, определённых качеств. Значит, здесь качество, например, громкость. И параметр влияет таким образом. Есть отношение двух разных. Громкости. Которые звучат из разных мест, правда. Отношение двух разных. Громкости. И когда отношение двух тонов задаётся в пространство или свойство звука. Характеристика или свойство параметров звука. То есть всё-таки феноменология. То есть мы берём две одинаковые громкости и видим, что есть ещё какое-то различие. То есть это феноменологически так получается. Может не возникнуть этого различия, а может возникнуть. Вот так. Это чисто опыт. Это феноменология. Пока что на уровне феноменологии. Вот и вот. Мы получили качество. Метод феноменологии. Мы получили определённость качества. Громче и насколько громче. Сильно громче или чуть-чуть громче. На училище отличают. И всё. Больше, Леонидович, идёт нечего. Мы научились... Не, у качества ещё параметры есть, да? Да. Ну вот, это же... Ну за что это? Тут просто немного есть некая странность, ещё Аристотель её заметил, что все такие категории можно относить только к сущности, да? А у вас получается, что к качеству, как к качеству, которое является категорией, относится нечто другое, приписывается есть параметр. То есть к категории ничего нельзя приписать. Всякого рода приписывания, да, всякого рода категоризации может быть относительно только сущности. Это вот как бы вот Аристотель, это в принципе у него... Он так и Платона критикует, да, когда Платон начинает к идеям что-то приписывать. Он говорит, идеи приписывать нельзя, можно приписывать только сущности. А в феноменологии, как мы его построили, а вообще-то больше ничего. Видеть больше ничего. Мы уже видим, что один длиннее, и видим, что длиннее настолько. Всё, больше ничего видеть. Не, ну значит может быть есть некие сущности, к которым приписываются отдельные и качества, и параметры. И мы должны теперь перейти в другую совершенно ситуацию. Ситуацию, в которой можно назвать руку. И там уже появится, да сбок, да жизнь, появится сущность и всё остальное. Но я даже надеюсь, что эффективно может жить больше нечего. Может быть всё, что вообще можно делать. Качество, определённость качества и... А если параметра два? Параметра. Ну, что такая же, это же самое. То есть, например, у цвета, допустим, есть и... И что там у него есть, и яркость есть, и там какая-то температура у него есть. Рекордно-короткая феноменология такая получается. Рекордно-короткая феноменология получается. Ну, а чё вы ничего не знаете? Ну, и разу куда-то врать. Но видеть больше нечего. На аналоге это всё всё для восприятия. Если я вижу, что длиннее, вижу на сколько длиннее, я ещё и параметр различил. Слышал звуки и слышал тона, там, и ещё что-ли. А потом у вас слышал. Ещё ещё, ещё, ещё лучше обидеть. Дальше мы должны перейти к предмету. То есть, приём, который обладает разными качествами одновременно и светом, и звуком. Ещё и запахом. Но это уже сферологики. Это уже сферологики. Потому что предмет, конечно, так уже не ущут. Это сферологика, которую нам предстоит определить. А через минуту, если вы не можете посмотреть, как и здесь, но не по-прежнему. Ну, я ещё всё ещё. Ну, я ещё всё, всё ещё. Ну, я ещё.